Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про новоиспеченный, ну или который недавно анонсировали, планшет от Xiaomi, Xiaomi Mi Pad 5. По слухам, этот планшет выйдет на новом чипе от Mediatek, Mediatek Dimensity 1200. Я не знаю, что это за процессор, кажется, что... всем кажется, что процессоры от Mediatek достаточно отсталы, у них техпроцесс немножечко отстал. Но, как мне кажется, в этом плане есть даже некоторые плюсы. У меня сейчас на данный момент у самого есть планшет от Xiaomi, Xiaomi Mi Pad 4, то есть прошлая версия. Долго, в принципе, они готовились к выходу новой версии, то есть у них последняя версия была Mi 4, и она, если я не ошибаюсь, 2 или 3 года назад выходила. До этого у них были планшеты такие, как Mi Pad 2, Mi Pad 3, если я не ошибаюсь, по-моему, в 2 или 3, либо в обоих этих версиях был установлен процессор от Mediatek. И таким образом на борту тех стареньких планшетов уже красовались и 10 винда, и Android. Я думал, что такая же ситуация будет и с Mi 4, я как бы не ознакомился с этим вопросом, и как оказалось, что на борту Mi 4 ARM процессор, а на ARM процессор накатить винду невозможно, поскольку другая характеристика операционной системы. Процессор от ARM, такие как Snapdragon, который установлен в Mi 4, этой возможностью не обладает, и таким образом у меня планшет был как второй смартфон, только побольше, менее мощный, и как бы экран побольше, там YouTube смотреть, просто как медиадевайс. В плане планшета, как планшет на Android, это немножко, планшет на Android, в принципе, штука достаточно не универсальная, то есть в плане мультимедиа и тому подобное, да, это все как бы хорошо, можно даже поиграть в него на нем. Как мне кажется, планшет такая штука, которая что-то среднее между компьютером и смартфоном, на котором можно было бы делать некоторые простейшие штучки, такие как вы делаете, допустим, на стационарном или на ноутбуке компьютере, да, допустим, какой-нибудь мини-монтажек на именно системе, которая предназначена для Windows 10. Я, в принципе, думал, что какой-нибудь, не знаю, Vegas старый допотопный установлю и смогу там монтировать. В принципе, есть такие приложения сейчас уже на данный момент на Android, как CapCut и тому подобное, или там KineMaster, что-нибудь такое, но, в принципе, это, в принципе, это не то пальто, и монтирую я, как правило, все равно на компьютере. Есть такая вероятность, что в Mi Pad 5, поскольку планшет будет на медиатеке, вы сможете либо сами установить 10-ю винду поверх, либо заменить настоящую, либо будет уже из коробки работать две системы, как это было когда-то ранее. Также ожидается Mi Pad с другой версией на Snapdragon, Snapdragon 870, в принципе, хорошо, что не в 888 самый топовый горячий камень, в этом плане в 870 себя зарекомендовал очень хорошо. И работать он будет стабильно. Если вас интересует планшет именно на Android, то берите именно на версию со Snapdragon, а если планируете туда установить винду, конечно, ознакомьтесь, изучите вопрос. В принципе, я не уверен, что это будет возможно, но такая вероятность есть, что на медиатеке можно будет установить поверх винду. Выйдет две версии, то есть медиатек будет просто Mi Pad 5, а Mi Pad 5 Pro будет на Snapdragon 870, на более дорогом чипе, как предполагается, что экран у него будет обновляться 120 Гц, то есть экран у него будет 120 Гц, практически как игровой монитор, а у простого на медиатеке будет 60 Гц. И да, у Pro версии будет возможность пользоваться сетями 5G, если у вас будет LTE версия. Да, в принципе, у меня все на сегодня. Если что-то не упомянул, как всегда, пиши в комментариях и также не забудь подписаться, это очень поможет продвижению моего канала на YouTube. А раз ты подписался, не забудь поставить лайкосик, это тоже полезно. С тобой был Дядя Бан, желаю тебе всего хорошего и до свидания.